Добро пожаловать в подкаст «Find your bee». Плакать — это нормально, грустить — это нормально, быть слабым в какой-то момент — это нормально. Но самое главное — помнить, что никогда не нужно сдаваться. То есть это плохой момент, плохой день, но никак не плохая жизнь. Жизнь на самом деле такой удивительный подарок, и сдаться приведёт нас просто ни к чему. То есть пока мы живы, всё можно решить. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. Но всегда надо стараться всё-таки в этой жизни делать то, что вот вам по-настоящему нравится, то, что вы считаете правильным, даже если это будет очень сложно. Потому что самые правильные решения, они, как правило, очень болезненные и сложные решения. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Бактора. Всем привет. С вами Кайр Жан, и мы начинаем новый четвёртый сезон подкаста «Fine Your Be». В новом сезоне мы попытаемся сделать выпуски более эмоциональными и интересными для вас. Как и прежде, мы будем выходить каждый второй вторник и искать вдохновляющие истории наших соотечественников. Сегодня в гостях у нас Мадина Корсакпаева, выпускница программы «Erasmus Mundus». Благодаря программе Мадина получила магистрское образование в Норвегии, Великобритании и Чехии. Она также первая в Казахстане, кто, будучи вынужденной передвигаться на коляске, получила образование по стипендии в Фулбрайт в США. Сегодня Мадина активно применяет свои знания в продвижении инклюзивного образования в Казахстане. В этом выпуске мы поговорим, почему получилось у Мадины, но не получилось у тысяч других инвалидов в Казахстане. Мы поговорим о том, как шла ее трансформация от неверия, страха и стеснения в сторону оптимизма и безусловного добра к миру. Что же ее закалило и придало уверенности? Мы затронем видимые и невидимые проблемы в жизни инвалидов, а также этические и психологические вопросы нашего взаимодействия с людьми и с инвалидностью в повседневной жизни. Давайте слушать. Мадина, привет! Привет! Привет, конечно! Мадина, расскажи для наших слушателей о себе вкратце. Чем ты занимаешься и почему ты захотела, изъявила желание побывать на подкасте «Фанюби»? Спасибо за вопрос, за возможность. Большую часть своей жизни я занимаюсь волонтерством, работаю и общаюсь с людьми, разными людьми, но профессиональная сфера больше связана с инклюзией и людьми с особенными потребностями либо с инвалидностью. А к вам почему я думала, как прийти к вам в гости, как рассказать свою историю? Потому что ваш подкаст один из самых, наверное, любимых для меня и интересных. Расскажи про свое детство, вообще как все ощущалось? Какие были, в принципе, планы видения будущего? Ну, детство я всегда вспоминаю с радостью, больше с радостью, с добрыми, тёплыми воспоминаниями. У меня два старших брата, сестрёнка младшая, нас четверо у родителей. И я думаю, что до школьного возраста я как ребёнок не сильно понимала, что есть отличия у меня и моих друзей, братьев и сестрёнки, потому что мы всегда играли вместе, никто никогда не обделял меня. Но вот уже взрослее я начинала понимать, что соседские, допустим, дети, детки, девочки начинали относиться ко мне по-другому. И, конечно, это было больно и не совсем понятно, но я думаю, что благодаря моей семье, поддержке моих родителей и той атмосфере инклюзивности, которую мои родители всегда старались вокруг меня создать, даже на тот момент, много лет назад, не имея особых certain skills или каких-то знаний по инклюзии, они на уровне инстинктов своей любви, наверное, пытались привлечь меня к обществу. И я помню такой один момент. Мы всегда в детстве, когда не было ни интернетов, ни разных гаджетов, мы по разным праздникам, по дням рождениям, особенно родителей, мы рисовали с сестрёнкой, то есть делали разные подделки из подручных средств, открытки рисовали и писали всегда пожелания. И моя сестрёнка всегда такая с крутыми идеями, что я там вырасту, я вам это сделаю, то куплю. А я почему-то как будто была как бы запрограммирована или не особо верила в своё будущее, наверное, и обходила этот момент. Я всегда писала какие-то general. Конечно, это было больно и не совсем понятно. И здоровье, но никогда не углублялось в какие-то суперконкретные детали того, как я буду, какой я буду в будущем или как я им помогу в будущем. Я даже не знаю, как это можно объяснить. Это, наверное, что-то было... Где-то это, наверное, сказывалось понимание того, что я всё-таки другая. Даже в моём детском мозгу на тот момент уже был какой-то... Какие-то такие предпосылки. Сейчас я вспоминаю, мне смешно, потому что, ну, конечно, в детстве я мало в себя верила, меньше, несмотря на то, что вокруг меня все всегда поддерживали и поддерживают и всегда, естественно, верили в меня. Ну, поменялась я со временем. Я помню, всегда не хватало какой-то уверенности в подростковом возрасте. Был такой момент. Всегда мне было сложно начать разговор с кем-то первой. И... У тебя есть, я так понимаю, какой-то майлстоун, да? Если я правильно представил, это жизнь после инъяза, да? И до инъяза. Либо нет? Да. И я так понимаю, что большинство людей с инвалидностью в Казахстане, они, как правило, остаются, да, в этой фазе в жизни до инъяза. То есть, во время инъяза и до. Угу. Расскажи, пожалуйста, почему получилось у тебя и сотни тысяч других людей в Казахстане и миллионы в мире остались вне того уровня, где ты сейчас находишься? Я думаю, что... Естественно, моя жизнь до инъяза, вот как я уже упомянула, рассказала, это были стеснения, неуверенность, какие-то страхи, переживания. Но оканчивая уже школу, мои родители заметили во мне склонность к гуманитарным наукам, к английскому языку в частности. И в силу того, что я училась на дому, был, конечно, такой тоже габ в обучении, в каких-то знаниях, которые я хотела получить наравне с другими. И мои родители мне сделали, то есть, они мне оказали поддержку в виде дополнительных курсов английского языка, дополнительных уроков. частных. И в силу этого, того опыта, частных уроков, я еще больше развела свой английский на тот момент школьного уровня. И так получилось, что я поступила в ИНЯС. Хотя ИНЯС, по сути, был, я, конечно, очень сильно благодарна родителям своим за поддержку, за то, что они в какой-то момент настояли на том, чтобы я выучилась, даже будучи на заочном отделении, но все-таки получила высшее образование, потому что это был очень большой шаг, и я сейчас понимаю, что без этого не было бы всего того, что произошло, и того, что я сейчас имею. как я уже сказала, ИНЯС, это был как continuation of my homeschooling, потому что это был два раза в год я ездила на дачу экзаменов, получается, два раза в год я видела своих одногруппников, преподавателей, папа с мамой всегда меня возили, мы вместе ездили, переживали, сдавали экзамены, между сессиями родители привозили мне отексиренные копии разных тасков, что-то я дома выполняла, потом начался развиваться интернет, и я уже потихоньку по интернету стала заниматься, потом опять же я начинала искать разные, я не знаю, вот как поступила в ИНЯС, даже учитывая, что это было заочное отделение, но все равно во мне проснулся какой-то такой спирит, что нужно искать разные возможности, ну и в принципе у нас в семье такой дух, что мы никогда не сдаемся, я думаю, это мне передалось от родителей, и мы всегда в поиске, они всегда были в поиске с самого первого дня, как я родилась, как меня вылечить, как сделать лучше, и лечили меня всеми разными методами, верили всегда, и также я после поступления в ИНЯС уже искала разные программы, разные какие-то ивенты в Алма-Ате, где можно будет попрактиковать английский, познакомиться с людьми новыми, и каждый раз это был такой, как выход из комфортной, из комфорт-зоны, но, конечно, вначале это было сложно, но я каждый раз радовалась и чувствовала себя просто супер, когда у меня была возможность говорить на английском, пусть, конечно, это было неправильно вначале, был, как и у всех, языковой барьер, но с каждым разом становилось легче, вот, и я думаю, в какой-то степени я везунчик, потому что не у всех есть такие родители, как мои, которые всегда меня поддерживают, любую мою идею, любую мою мысль, и никогда не осуждают, не осуждают и принимают, принимают меня с первого дня, с первого дня моей жизни, это самое главное, я думаю, это меня отличает от, ну, не то, чтобы отличает, но в этом особенность, наверное, того, как все получилось, и даже с PHD, и то, что сейчас не получается PHD, допустим, закончить, как я планировала, в этом тоже были такие моменты, когда мне было трудно это все воспринять, потому что были планы закончить PHD в течение двух последующих лет, но родители мне помогли все это пережить, и поддерживают, успокаивают, они мои лучшие друзья, словом. Понравился наш подкаст? Найди FindUrB без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста. В одном из твоих интервью я услышал цифру до 100 с чем-то тысяч человек в Казахстане, которые имеют инвалидность. Это огромная цифра. Это, наверное, 140 тысяч детей с инвалидностью. А это только детей? Да, а по цифрам общего количества у нас 705 тысяч, да, больше полмиллиона. Да, это значительный процент страны. И тем не менее, насколько я помню, когда я жил в Казахстане, когда приезжаю в Казахстан, я довольно-таки редко вижу людей с инвалидностью на улице, да, по крайней мере, сравнивая с той же Францией, с Данией. Вот я помню на концерт Ханса Зиммера, моя жена, ходила, и я видел люди самостоятельно на машинах приезжали. Поданы машины, они выходят в машине панду, сами водят машину. То есть абсолютно люди работают, абсолютно развлекаются, ходят в рестораны. И я так понимаю, что в связи с не очень высокими стандартами инклюзивности инфраструктуры казахстанской, люди, в принципе, сидят за перетей, да? Да. Тут, я думаю, что два фактора, наверное, с обоих сторон. Фактор, конечно, от general public общественности, о том, что они не умеют и не имеют опыта общения с людьми отличными от основной массы населения. И, конечно же, lack of experience у людей с особенностями. Я сама была одной из таких, и мне кажется, я всю жизнь буду оттачивать вот этот опыт, не опыт, а навык коммуникации, наверное. Потому что это такое дело, которое ты не научишься за один раз, ты должен учиться этому, если ты по-настоящему хочешь. Среди людей с инвалидностью есть и те, которые не совсем позитивно настроены вообще на жизнь. Не то, чтобы на других людей или на условия, но вообще на жизнь. Просто на судьбу, на то, что они родились такими, а не другими, как все. Поэтому это все начинается от самих людей, от их мировосприятия. Ну, плюс потом уже такие дополнительные факторы, как инфраструктура, общественное мнение, стигмы, стереотипы. Все это есть и было в моей жизни, но я думаю, что в силу того, что я меняюсь с каждым разом, с каждой поездкой, с каждым обучением, вот эти вот все моменты, стигмы, стереотипы, разные не совсем приятные поглядывания людей, указывания пальцем на меня или наоборот избежание контакта со мной. Все это для меня сейчас очень далеко, ну как, не совсем я на это обращаю внимание, можно сказать, даже не обращаю. В основном это вызывает у меня только улыбку. Хотя раньше это было обидно, да, это точно. Пулаш, я думаю, что твое отношение иногда к тем вещам, что ты говоришь, это требует большого мужества и зрелости, потому что в какой-то степени, я, конечно, не могу даже сравнивать, но будучи, да, в Дании, иностранцы здесь, допустим, ощущают какое-то отчуждение и в какой-то степени одни быстро это проходит, кто-то вообще не замечает, а некоторые, в принципе, у них это вот клеймо на всю жизнь. Причем, ну, по сути, это мелочи, да, по сравнению с тем, что ты говоришь. И множество других примеров, да, социальное неравенство, этническая разность. И что требует формирования, как назвать это правильно, толстой кожи, либо уверенности, либо потому что я не представляю, как бы я бы, наверное, сломался, и я просто представил сейчас, если бы я отличался настолько сильно, нужны были какие-то какая-то суперподдержка, суперсила внутренняя, которая необходима для преодолевания, как ты говоришь, не только инфраструктурных барьеров, но и, самое главное, эмоционально-психологических. Да, ментально. И я думаю, ну, как частично, наверное, это то, что у меня с детства был опыт общения и я видела разных людей и до сих пор я вижу и знаю и среди моих знакомых есть разные очень крутые, очень сильные ребята, которые, несмотря на свою, на свои диагнозы разные, они также не сдаются. И я думаю, что, наверное, когда ты знаешь, что есть люди, которым во много раз тяжелее, это не дает тебе права расслабляться и жалеть себя. А с другой стороны, это, наверное, характер. Это характер, который воспитали и развили во мне родители. Это те разные опыты, путешествия. Можно сказать, что с первым путешествием в своей жизни я начала меняться. и когда после первых путешествий я убедилась воочию, что есть возможности, что можно не просто дома сидеть или с папой, с мамой куда-то поехать отдельно, но есть места и страны и люди, где никто никого не осуждает, где очень удобно. И это все, конечно, еще больше придало мне уверенности, ну и до сих пор, потому что я уже сейчас находясь в Казахстане, я все равно это все понимаю и знаю, что и как я знаю, как все должно быть по международным стандартам, я видела это все и на себе это испытала. Наверное, вот эти вот ощущения независимости, разные вот такие незабываемые опыты, встречи, это все еще больше развило мой характер, который все-таки оптимист, оптимистичный. И каждое утро, я не знаю, какой бы у меня не был сложный день, и когда уже кажется, что все слишком тяжело, даже та же ситуация с PHD, когда я думала, все, нет никакого света в конце тоннеля, но на следующее утро я просыпаюсь, и каждый раз я просыпаюсь на следующий день, допустим, утро, и понимаю, что есть новые силы, есть новые силы, и все нормально, надо дальше идти, нужно искать еще больше. плюс еще был момент, когда я закончила ИНИАС, у меня был такой период, когда я получала одни отказы, хотела устроиться на работу, было сложно каждый день, а первое время было, конечно, сложно получать каждый день отказы, но потом они уже как на уровне автоматического какого-то рефлекса, я просто удаляла их, заходя каждый раз в почту, и это, это, наверное, тоже закаляет трудности, дают какой-то, да, они закаляют и делают все-таки человека не не сдающимся, и у меня даже есть, ты заметил, у меня, по-моему, здесь на скайпе есть «Never give up», моя любимая фраза, которая меня всегда спасает. Здорово. Ну, я помню, ты в одном интервью сказала, когда ты пошла на работу, впервые, для тебя это был сам праздник жизни, что ты идешь на работу, и многие люди, в том числе и я иногда, мы просыпаемся и ощущение каторги, от сознания, что сейчас разные будут моменты в карьере, но понимание, что обычные вещи, они are taken for granted. да, и каждый раз еще я думаю, что такая отличительная часть воспитания, которую нам дали родители, это то, что всегда быть благодарным, даже за какие-то мелочи в жизни, и я всегда думаю о том, чтобы не потерять это свойство или качество своего характера и радоваться. По поводу работы, это первый свой официальный трудовой опыт, я была очень счастлива, наверное, вдвойне счастлива от того, что я начала его в международной организации, это был Британский совет при посольстве Великобритании, это тоже был крутой, чаленджинг, ну, вначале был, конечно, чаленджинг, но это был крутой опыт, который подарил мне друзей, которыми до сих пор я общаюсь, и да. Да. Давай поговорим еще раз о Казахстане, что делать ребятам в схожей ситуации, когда, возможно, нет такого личного примера, не было доступа к таким людям, возможно, они родились в не таком большом и относительно развитом городе, как Алмата, что сейчас делать в стране, какие-то организации, возможно, какие-то менторства, еще что-то, чтобы им получить уверенность, получить доступ к качественному образованию, и самое главное, выстроить путь к тому, чтобы начать работать, начать ездить, начать в общество. Ну, я думаю, что это все индивидуально в плане интеллектуальных возможностей ребят, людей с особенностями, потому что я помню вот эту фразу с моего детства «Интеллект сохранен». Это была такая фраза, которая сопровождала меня все детство, особенно при вот этих комиссиях ПМПК, которые давали мне право каждый год начать свой учебный год в школе. Я думаю, что нужно найти так же, как и мои родители в свое время постарались увидеть склонности детей, в частности меня, и ставить какие-то даже маленькие цели на каждый день и добиваться их. Потому что большие дела, большие проекты, даже учеба, либо PHD, даже бакалавриат, это все начинается с маленьких побед. Лично у меня так было. Я до сих пор, даже сейчас, перед нашим подкастом, перед записью, я сделала себе план того, что примерно я буду, ну, хочу вспомнить, рассказать. И так проходит мой каждый день. Я делаю план всех мелких, больших, разных дел. И это, наверное, воспитывает или контрибьютит к моей дисциплине ответственности. вера в себя, вера в себя, она не приходит в один миг, Мирков. Вера в себя приходит, когда вокруг люди начинают верить в тебя. А люди в тебя могут верить, когда у них есть, я думаю, еще, особенно сейчас, в наше время, когда есть достаточный доступ к информации по заболеванию или по возможностям образования, по разным контактным номерам или адресам разных НПО, которые работают в сфере инвалидности либо инклюзивного образования. Нужно, я думаю, что нужно вне зависимости, где ребенок, взрослый человек с инвалидностью живет, будет большой город или небольшой маленький аул. Нужно искать комьюнити, нужно хотя бы на уровне маленьких деревень проводить встречи с детьми, с людьми, чтобы не потерять навык общения, чтобы для тех, у кого есть проблемы с речью, это будет еще один такой дополнительный момент, чтобы развить свою речь. Для родителей это будет место встречи, где они смогут общаться, потому что это тоже большой и важный поинт в общем развитии, потому что когда родители остаются один на один со своим ребенком и с их диагнозом, это в какой-то степени, наверное, деградация. Но это опять же все зависит от условий. Не могу делать generalization на всех. Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com slash findyourb. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батыров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном findyourb ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash findyourb Ссылка в описании. В подкасте Томаша Жол я услышал такой вопрос хороший хотел бы повторить на русском языке. Что каждый из нас в частности в Казахстане может сделать для того, чтобы у людей с инвалидностью была лучшая жизнь по причине невежества. Мы каждый день делаем что-то не так и что мы можем исправить в себе. Ну я думаю что первое правило или первый такой первый поинт это быть не иметь никаких предубеждений быть все-таки настроенным по-доброму к разным людям. Это такой starting point который наверное поможет. и если человек захочет конечно обычный человек я имею ввиду и вовлекать людей с особенностями с инвалидностью в разные мероприятия на уровне университетов студенты это могут также создать студент юнион и разные подразделения да даже в школе я думаю школьники могут создать какой-то особенно учитывая нынешний реалий чат или группу где все ребята могут общаться и устраивать видеозвонки разговаривать друг с другом спрашивать и прежде чем конечно все это делать я думаю что особенно с развитием интернета и доступностью информации на разных языках можно найти нужно иметь желание просветиться и прочитать прежде чем какие-то предпринять шаги но самое главное нужно никак не показывать что вы боитесь или плохо настроены или не принимаете людей я почему говорю про доброту потому что доброта это всегда для меня по крайней мере она всегда связана с улыбкой а улыбка это такое первое первое проявление того что ты не против человека и это настраивает другого человека допустим меня или любого из моих друзей на то что будет хороший позитивный разговор или участие в каких-то мероприятиях улыбка это самое главное это одно из таких главных инсайтов которые я заметила во время своих первых особенно поездок потому что я до этого времени и здесь наверное я немного встречала людей когда немного встречала людей которые которые улыбывались при виде меня в детстве надо смеяться это совсем другое и когда над тобой смеются это плохо это недопустимо как ты думаешь тут по черте крайности как ты говоришь да кто-то смеется кто-то игнорит но мне кажется возможно есть еще третья крайность я вот говорил с парнем с ДЦП в одном из эпизодов раннем он говорил что не то что даже жалость а излишняя опека да опека и излишнее непрямое косвенное показывание что ты disabled еще что-то оно расстраивает тут получается довольно-таки тонкий лед с одной стороны мы хотим мне кажется нет еще выстроенные традиции выстроенные этики общения в наших странах и поэтому люди наверное перегибают палку во всех этих вот трех аппроучах правильно я сейчас объясняюсь вот что ты посоветуешь я пытался сделать ресерч посмотреть разные интервью и вижу что все равно присутствует излишняя тактичность излишняя нейтральность обхождение острых углов удобность в общении через все какая-то грамотность я думаю что даже я в этом интервью сейчас это делаю это все-таки необходимо либо как говорят же elephant in the room вообще как себя вести как ты думаешь я думаю что самое главное человек должен искренне хотеть наладить контакт или научиться дружить или завести друга из людей с особенностями из числа людей с особенностями и не проявлять жалость потому что если человек другой проявляет к себе жалость то это может породить жалость в тебе к себе самому а жалость к себе самому это тоже один из моих пройденных этапов наверное взросления и я поняла что жалость к себе к самому это неправильно это не настоит меня в данном случае к развитию к какому-то передвижению ну и вообще к интересной жизни то есть получается не быть не иметь жалость к людям с особенностями но при этом не иметь жалость не означает быть грубым слишком direct и где-то может быть неуклюжим в общении просто я думаю что нужно спросить у человека как ему или ей понравилось или было бы удобно использовать те или иные слова допустим обращаясь к нему или к ней опять же все зависит от доброты насколько человек собеседник из обычной обычного населения без инвалидности насколько он настроен и опять же я думаю что у многих людей с инвалидностью есть какая-то необъяснимая сторона их персонал это наверное называется чувствительность особая чувствительность потому что да это такое невидимое иногда особенно ну в моей жизни был такой момент когда я чувствовала что есть барьер между мной и каким-то другим человеком но этот барьер он не был visible я только его чувствовала я знала что он есть этот барьер и чтобы такого не было другой человек он должен быть открытым открытым добрым и тогда я думаю может начаться хотя бы хороший приятный диалог который может впоследствии перерести в дружбу или другие коллаборации как-то так если что-то что я не спросил мы близимся пара вопросов осталось я просто вспомнила когда когда ты спросил почему в начале когда ты спросил почему я изъявила желание и все время была такая как бы перзистент или да перзистент на том чтобы участвовать в подкасте я вспомнила достаточно прикольный случай из Чикаго это было в 2014 году получается уже несколько лет назад когда я поступила на программу Fullbright получила стипендию и уехала первый раз за океан из дома я помню я помню это был декабрь и приближался день независимости и тогда я помню что вот в декабре первый год в Америке это был декабрь в интернете на фейсбуке я нашла группу казахстанцев в Чикаго и они делали анонс что у них будет Independence Day Celebration и они приглашали всех казахстанцев которые хотят прийти и отметить такой важный для страны день также будучи за рубежом вот и я набралась тогда храбрости я помню шел сильный снег а мы жили в маленьком городке в студенческом городке и я поехала одна я поехала одна на поезде из вот маленького городка до Чикаго это было 5 часов а на поезде в снег к абсолютно незнакомым людям но я знала что это казахи это наши люди и у меня было предчувствие того что все будет хорошо и я так уверена первый раз наверное в своей жизни совсем к чужим людям поехала и приехала в такую погоду супер снежную они еще смеялись из карлатов кельдинг из корхпай и когда уже начался целебрейшн там было много наших казахстанцев которые учатся или работают в Америке в Чикаго мы круто отдохнули пели были очень много разных вкусных национальных блюд какие-то конкурсы там я встретила еще больше новых интересных людей и тогда я помню они по окончанию уже почти в конце мероприятия у них был типа award ceremony и они делали разные награды выдавали вручали разные награды и тогда мне они выдали такой сертификат у меня по-моему дома даже есть сертификат который называется батаркас за то что я несмотря ни на что приехала и познакомилась с ними но сейчас я понимаю тогда я это воспринимала как шуточная большая а сейчас я понимаю что это наверное одно из описаний моего характера хоть это может быть звучит слишком громко но это то то чему я научилась через разный опыт через провалы конечно провалы через слезы через переживания непринятия меня другими или меня мной самой в начале да в детстве это так просто вспомнила думала рассказать поделиться таким здорово расскажи если не секрет о своих планах на будущее на жизнь жить работать оставаться в гармонии с собой самой собой и с другими очень хотелось бы продолжить путешествовать после открытия всех границ надеюсь это случится и развиваться все так же развиваться я думаю я всю жизнь буду развиваться в плане самообразования получения новых знаний шеринг этих знаний это такая одна из главных наверное моих целей ну и конечно помогать поддерживать своих родных своих родителей потому что они мне дали жизнь они меня всегда поддерживают и я думаю как любой здравомышлящий человек я думаю о том что ну и я сделаю и буду делать разные приятности для них благодарить их за то что они не оставили меня как им было предложено в больнице когда я родилась в роддоме и не отдали меня в разные специализированные или какие-то закрытые учреждения просто наслаждаться жизнью я думаю это одно из главных тоже задач или целей как обычный человек здорово ну и последний вопрос Мадина что ты скажешь слушателям подкаста которым возможно сейчас плохо которые не верят в себя как выйти и подняться ну опять же наверное буду опираться на свой опыт потому что у меня были такие моменты когда я была в разных ситуациях и не было я не видела выхода но одно то что всегда есть в моей жизни я об этом уже в подкасте говорила это то что нужно всегда искать искать разную информацию разговаривать со своими близкими не быть в своей проблеме только один на один проблеме либо в какой-то определенной ситуации я не хочу говорить разные какие-то банальные вещи как которые все говорят что нужно верить в себя и думать позитивно это не всем всегда удается но я думаю что нужно просто благодарить Всевышнего за то что мы каждое утром просыпаемся и в отличие от разных людей которые не могут ни глаза открыть не даже сделать глоток воздуха ценить это все научиться ценить какие-то маленькие но очень приятные вещи в своей ежедневной жизни это тоже можно это можно этому можно научиться перестать сравнивать свою жизнь с другими не думать о том что у них хуже ситуация что там кому-то больше повезло научиться развивать свой характер научиться развивать свой характер в плане того что чтобы быть стойким к разным ситуациям не быть таким слабохарактерным или мнимым человеком который будет зависеть от слов или суждений разных людей да я думаю что самое главное нужно искать искать во-первых почему человек в такой ситуации оказался как он может какими-то маленькими но все равно шагами исправить ее с кем он искать с кем он может поделиться и искать разные пути самореализации да и все это я думаю что даст человеку хоть какую-то но небольшую надежду на то что все исправится что есть шанс жить по-другому а не жить в своем негативе или еще в какой-нибудь неприятной ситуации так много мыслей но я думаю это одно из самых главных спасибо Мадина за искренность и за мотивацию я кое-что понял сам сам для себя и надеюсь наших слушателей тоже я в этом уверен спасибо тебе за мощную энергию энергетику за пример для наших современников и на самом деле на самом деле для жизни большой подарок спасибо тебе за твое время и за все что ты делаешь спасибо большое за приглашение за знакомство за новый опыт это было интересно местами наверное тоже челленджи но опять же я наверное повторюсь что челленджи они мне всегда сопровождают и они дают толчок двигаться дальше быть благодарным ценить маленькие но приятные вещи не сравнивать свою жизнь с другими развивать характер и всегда искать как можно выйти из трудной ситуации и найти лучшее применение своей жизни многие из нас имея физическую полноценность часто имеем множество разного рода других ограничений в голове и не ценим очень простые но очень важные вещи в нашей жизни я надеюсь что этот эпизод придаст вам мотивации и поможет не опускать руки и продолжать идти вперед у этого выпуска есть и бонус продолжения которое доступно в патреоне ссылка в описании до встречи и берегите себя пока спасибо что были с нами мы беседуем чтобы понять себя наше поколение и общество наша цель сделать людей внимательнее к себе быть свободнее и счастливее если вам понравился подкаст Find Your Bee подписывайтесь на него на iTunes и Google Play а также следите за нами в Facebook Instagram и на сайте findyourbee.com также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим оставив отзыв на iTunes помните только вы определяете что для вас счастье и успех найди в себе своего баттера и твоя жизнь больше не будет прежней субтитры и субтитры и субтитры и субтитры и субтитры и субтитры